Здравствуйте! В эфире Национального телевидения Чуваша, информационная программа «Республика». С главными событиями четверга вас познакомят наши корреспонденты и я, Ольга Панова. Сегодня в выпуске. Климат горный и деловой. В Сочи стартовал российский инвестиционный форум. Пошли в народ. Доверенные лица кандидатов в президенты России проводят встречи с избирателями. Овсянка, сэр. Новый обитатель зоопарка в Ельниковской роще не против добавочного рациона. Сегодня в Сочи начал свою работу российский инвестиционный форум. Там работает наша делегация во главе с Михаилом Игнатьевым. Российский инвестиционный форум берет новые высоты. В этом году он собрал более 4000 участников. Среди них ведущие эксперты, финансисты, руководители крупных компаний и главы регионов. На протяжении двух дней на этой площадке обсудят экономическую повестку на годы вперед. Рабочая программа главы Чувашии началась на деловом завтраке Министерства сельского хозяйства. Его участники обсуждали стратегию экспорта продукции агропромышленного комплекса за рубеж. У регионов страны колоссальный потенциал. Увеличивается спрос на сыры, овощи, зерно. Поставки за пределы России могут и должны увеличиваться, отмечают в Минсельхозе страны. Мы можем говорить, что Россия уверена и системно устраивает концепцию российской хозяйственной продукции. Но прежде всего, 21 миллиард – это объем сельской хозяйственной продукции, которую сегодня Россия выполняет валюту стратегии государства. Безусловно, мы понимаем, что это результат труднейших технологий, это результат насыщения российского рынка. И, конечно же, как следствие всего, мы понимаем, что в ближайшей перспективе труднейшее развитие агропромышленного комплекса производства сельскохозяйственной продукции. И это будет связано с задачей конкурентного представительства российской продукции на всех международных рынках. На полях сочинского форума налаживаются и новые контакты. У чувашской делегации напряженный график работы. Сразу пять официальных церемоний подряд. Укреплять двухсторонние связи власти чувашии договорились с правительством Кабардино-Балкарской республики. Между регионами увеличивается товарооборот. Ожидается, что в перспективе будут подписаны контракты на поставку электротехники, полуприцепов и спецобуви из Чебоксара. Это очень динамично развивающийся регион. Нам есть чему друг у друга учиться. Вы уже абсолютно правильно, Михаил Васильевич, сказали о аграрном секторе. Есть, я уже не говорю, вопросы культуры, образования. Это естественно. Нас очень тоже, мне кажется, может заинтересовать. Мы с вами об этом в Санкт-Петербурге говорили, имея в виду туристический рекреационный комплекс. Здесь тоже есть у нас поле для совместных проектов. Ну и еще раз. Огромное слово благодарю. То же самое. Большой привет всем. Спасибо. С главой республики Крым Сергеем Аксеновым Михаил Игнатьев утвердил план по реализации уже подписанного соглашения о сотрудничестве. Из Чувашии на полуостров сейчас поставляют электротехнику, лакокрасочные материалы, кондитерскую продукцию. Вообще у нас с губернаторами, знаете, как строятся такие отношения, братской помощи в любое время никогда не было отказа. Еще раз, ни по методической помощи, ни по материальной. Вот всегда чувствуем, что мы вместе. Спасибо большое. Жителям Чувашьей республики спасибо огромное за все. На самом деле у нас на взаимовыгодной основе выстроены отношения. Товарооборот с каждым годом растет. Могу ответственно сказать, по прошлому году почти на 20%. Товары электротехнического кластера сегодня используются на строительстве моста, который соединит еще лучше, ближе к нашей региону. Сегодня же на полях Сочинского форума подвели итоги конкурса лучших практик и инициатив социально-экономического развития субъектов. На суд жюри было подано более 500 заявок. В числе финалистов и проект из Чувашии – экспресс-бабушки. Его реализовали в комплексном центре социального обслуживания Чебоксара. Пожилые волонтеры помогают семьям, которые попали в трудную жизненную ситуацию, присматривают за детьми. Сейчас экспресс-бабушки поддерживают 25 матерей. И с каждым годом их количество возрастает. Дмитрий Ковалев, Андрей Шоклев, Республика и Сочи. Регионам России необходимо улучшать инвестиционный климат. О вызовах экономики на форуме в Сочи говорил председатель правительства России Дмитрий Медведев. Форум наш изначально был замыслен как инвестиционный. А инвестиция – это, по сути, выраженная через деньги, внимание государства и частных компаний какой-либо актуальной теме. По итогам прошлого года наблюдается оживление инвестиционной активности и экономической ситуации в целом. Однако этого недостаточно. Важно, чтобы приток инвестиций не только обеспечивал работу традиционных отраслей, но и приводил к появлению новых. Если мы хотим построить сильную и здоровую экономику страны в целом, регионов, наше внимание должно быть сосредоточено на том, чтобы ее структура была максимально разнообразной. Нужно стимулировать коммерческие инвестиции, создавать привлекательные для инвестора условия. Что надо инвестору? Мы это все понимаем. Тем не менее, еще раз об этом скажу. Первое, может быть важнейшее, это предсказуемость условий ведения бизнеса. Их обеспечивает стабильность налоговой системы, которая должна помогать бизнесу развиваться. Низкая инфляция, которая не должна выходить за определенные рамки. Вот мы говорили о 4%, сейчас она еще ниже. Прозрачная и предсказуемая тарифная политика. Все это расширит и доступность кредитных ресурсов и горизонт планирования по бюджетным бизнес-проектам. Второе, инвестору важен спрос на продукцию и понимание конкурентного ландшафта. Государство не должно ставить бизнес в условия несправедливой, избыточной конкуренции, что у нас подчас существует. То есть не должно поддерживать создание в соседних регионах аналогичных производств, если это не обусловлено реальным спросом. Это подразумевает более четкое планирование инвестиционных стратегий каждого региона и координацию с другими регионами. Сегодня хочу вас всех проинформировать. Я подписал решение об утверждении программы «Фабрика проектного финансирования», а также правил предоставления субсидий ВЭБу для осуществления кредитных сделок в рамках работы этой фабрики. До главного политического события страны остается один месяц. За пост президента России борются 8 кандидатов. Предвыборная кампания вышла на очередной этап. Большая работа идет с избирателями в регионах. Доверенные лица одного из кандидатов Владимира Путина проводят встречи с электоратом. Около 500 по всей стране и трое в Чувашии. Это директор филармонии Николай Казаков, главный врач республиканской больницы Елена Бурсукова и ректор ЧГПО Владимир Иванов. Каждого кандидат в президенты Владимир Путин утверждал лично. У доверенных лиц наступила горячая пора. За один рабочий день несколько встреч с коллективами, предприятий и организаций. Задача – познакомить избирателей с программой кандидата и обозначить векторы развития. Большое внимание уделено развитию культуры. Ну, тем более, слава богу, у нас в Чувашии, сейчас я это на личном примере чувствую, большие преобразования. Ну, все знают, наверное, что вот у нас началась реконструкция филармонии. Это меня сильно радует. Еще одна цель этих встреч – получить обратную связь. Для нас очень важно каждый вопрос, каждое пожелание услышать и донести до нашего кандидата. Это мы как раз делаем. Это вот основная миссия доверенных лиц. Во-вторых, нужно объяснить важность самих выборов. Потому что сегодня существует, к сожалению, вот такое мнение части наших, особенно молодых граждан, что выборы могут сделать и без них. Это абсолютная ложь, это абсолютно вредно, я хочу сказать, потому что все зависит от нас. Активная работа с избирателями только началась, и доверенные лица настроены серьезно. График каждого распланирован на несколько недель вперед. В штабах остальных кандидатов в президенты России пока царит затишье. Встречи с электоратом проходят нечасто. Впрочем, у политиков еще есть время и возможность донести свою программу до избирателей. Меньше недели остается до окончания приема заявок на работу в молодежное правительство Чебоксар. Оно работает и развивается с 2014 года. Сейчас формируют уже третий созыв. Активисты молодежного правительства вовлекают своих сверстников в социально-экономическую, политическую и культурную жизнь обществам. Предлагают идеи и воплощают их в жизнь. За свою деятельность молодежное правительство Чебоксара реализовало такие проекты, как жизнь замечательных детей «Подари ребенку счастье». Провело экспресс-выставку «Фотосушка», акцию «Свеча памяти» ко дню солидарности в борьбе с терроризмом, молодежный квест Чапаев и различные творческие научные форумы. В этом году мы хотим изменить структуру нашего молодежного правительства. Хотим, чтобы молодежь больше была вовлечена в деятельность проектную, так как видим, что потенциал нашей молодежи достаточно велик. И хотим, чтобы больше углубились в области ЖКХ, образования, физкультуры, спорта, культуры. И именно взаимодействие со структурными подразделениями, с нашими управлениями. И проходя там стажировку, молодежь начала писать проекты, которые будут реализовываться совместно с администрацией города Чебоксары. До 20 февраля принимаются заявки от молодых людей возрастом от 18 до 30 лет, имеющих портфолио с грамотами, рекомендательными письмами, дипломами. Затем претендентов ждут очные конкурсные испытания. По их итогам сформируют молодежное правительство третьего созыва. Жители Чувашии сделали свой выбор. Речь про городские пространства, которые благоустроят в первую очередь по программе формирования комфортной городской среды. О результатах Ольга Пырочкина. Все решают жители. Таков принцип реализации федеральной программы формирования комфортной городской среды в 2018 году. Чтобы спросить мнение горожан о том, какие общественные пространства они хотят видеть благоустроенными, в первую очередь в городах с населением более 20 тысяч провели голосование. Всего за эту неделю у нас проголосало почти 11 тысяч человек во всей Чувашской республике. По городу Чебоксары проголосало порядка 2 тысяч человек. Выделено на сегодняшний день 6, скажем, претендентов на благоустройство в 2018 году. У жителей столицы выбор был самый большой. В лидерах оказались театральная площадь, роща Задека трактора строителей, аллея по улице Айзмана и дубовая роща в Новоюжном районе. Также жители хотят продолжение благоустройства сквера Константина Иванова и Московской набережной. Следующий этап – голосование за конкретные проекты по выбранным объектам. Оно стартует после 20 марта. До этого времени архитекторы должны подготовить свои предложения. Впрочем, благоустроить все сразу все равно не получится. В зависимости от финансирования администрации городов выберут несколько объектов. Например, в Чебоксарах называют число 3. Ольга Пырычкина, Борис Андреев, Республика. Непостроенные дома, обманутые люди и похищенные средства. Бывшему депутату Чебоксарского городского собрания прибавили срок за новые факты мошенничества. Алексей Лапин намеревался построить около 4-й Чебоксарской гимназии жилой комплекс «Два капитана». Хотя насчет этого у следствия своя версия. Просто водил людей за нос. Но котлован возле школы все же был вырыт. Правда, дело дальше не продвинулось. А бывшего чиновника в апреле 2016 суд отправил на 5 лет в колонию общего режима за мошенничество. Сейчас стало известно о новых преступлениях. Калининским районным судом города Чебоксара рассмотрено уголовное дело в отношении 35-летнего горожанина, который ранее являлся директором семи коммерческих организаций. Он признан виновным в мошенничестве в крупном и особо крупном размерах. Как следует из материалов уголовного дела, в период времени с ноября 2011 по декабрь 2015 года, он как директор этих фирм, а также представляясь генеральным директором еще одной коммерческой организации, к которой он не имел никакого отношения, похитил у 13 граждан денежные средства на общую сумму свыше 16 миллионов рублей. Алексей Лапин обещал людям квартиры, а сам и не собирался их строить. К тому же разрешения на строительство жилых домов у него и не было. Похищенные средства злоумышленник тратил на личные нужды. Суд признал его виновным в мошенничестве и причинении имущественного ущерба. Лапину дали 8 лет колонии общего режима. Это с учетом его предыдущего наказания. Приговор суда пока не вступил в законную силу. 300 долларов пропали. Личность женщины, подобравшей деньги в банке, устанавливает полиция. К сотрудникам МВД обратился мужчина, который в одном из банков по улице Карла Маркса обронил крупную сумму денег. На видеозаписи четко видно, как следовавшая за мужчиной женщина подобрала деньги. Ее приметы на вид 50 лет, плотного телосложения, была одета в черную шапку с белым орнаментом, куртку темного цвета с белыми полосками и рисунками. Всех, кто узнал женщину, полиция просит позвонить по телефону 62002 или 102. Выходить на лед в районе Чебоксарской ГЭС небезопасно, сообщают в региональном МЧС. Дело в том, что в районе Чебоксарской ГЭС на льду местами уже появились промоины с толщиной. Льда не метров не более 7 сантиметров. В среднем же толщина ледового покрова на Волге варьируется от 33 до 41 сантиметра, а на Суре от 30 до 35 сантиметров. Чтобы предупредить нечастные случаи на водоемах в период ледостава, спасатели участили профилактические рейды. В выходные дни патрульные группы обследуют места массового выхода людей на лед по всей республике, сообщается на сайте ведомства. Возьми друга из приюта. Так называется выставка бездомных животных, которая пройдет в предстоящую субботу в МТВ-центре в Чебоксарах. В рамках выставки организаторы будут пристраивать собак и щенков от двух месяцев из пункта передержки бездомных животных, а также кошек и котят, которые находятся под опекой волонтеров фондов «Умка» и «Усатый-полосатый». Все животные, которых представят на выставке, здоровы и имеют ветпись паспорта с необходимыми прививками. Организаторы также будут рады помощи в виде кормов, поводков, ошейников, лотков, мисок и пеленок. Новый обитатель зоопарка Ельниковской рощи обладает отменным аппетитом. Речь идет о медведе по имени Потап. Что больше всего любит косолапый, расскажет Юлия Важенина. Медведь по кличке Потап появился в Зверинце не так давно. Пять лет он жил в семье новочебоксарских артистов цирка. И с самого детства выступал на сцене. Попав в зоопарк, прошлое не забывает. Прямо перед нами Потап устроил настоящее представление. Были удивлены все, начиная от сотрудников зоопарка, заканчивая посетителями нашего зоопарка. Звер такой, скажем, необычный, потому что он очень большой. Весом он примерно около 300 килограммов. Также ведет он себя достаточно мирно. Сейчас зимой немного он вялый, потому что должен в это время спать. То спячка у нас так и не залег. Он иногда бывает в очень игривом настроении. Иногда очень, по-моему, идет общаться с посетителями. Ну как, через решетку, конечно. А вот живет Потап в двухкомнатной квартире. В спальне один отсек клетки, столовая другой. Чтобы покормить его, мы перегоняем его в один отсек и кладем еду, пока его нет там. Так же происходит и уборка. Овощи и фрукты, хлеб, печенье и любые сладости. Все это любимая еда медведя. Но предпочтение Потап отдает каше из овсянки с рыбой. За день он съедает по 2-3 килограмма этого блюда. Кстати, сейчас в зоопарке проходит акция «Овсянка для медведя». Принести крупу может каждый желающий. Жители и гости города «Спутник» уже принесли мишке более 50 килограммов овсянки. Мы тоже решили не оставаться в стороне. Собрались и приехали в гости к Потапу. Вот с его любимым лакомством. Собираясь в зоопарк, прихвати что-нибудь для животных, даже если всюду висят таблички не кормить. Уж, наверное, повесили их не животные. Так звучит одно из правил Фореста Гампа. И с ним солидарен каждый из жителей этого зверинца. В зоопарке Ельниковской роще угощением рады все. Но стоит помнить, что есть животным можно не все. Например, Потапу нельзя ничего соленого, перченого, острого и копченого. Юлия Важенина, от Неркорсаков, Республика. День Святого Валентина закончился, а любовь нет. Трогательные признания мы запечатлели вчера в одном из торговых центров столицы. Ко дню всех влюбленных здесь состоялась поздравительная акция. И работала камера нашей телерадиокомпании. Всем привет! Мама, папа, Саша, это мой брат. Если вы меня слышите, я хочу вам признаться в любви. Услышат и увидят все признания и поздравления обязательно дойдут до своих адресатов. Теплые слова, сказанные от всей души, прозвучат с экранов телевизоров по всей России. Полную версию всех телепризнаний покажем в эфире национального телевидения «Чуваши», начиная с этой субботы, 17 февраля. Чебоксарцы, любите, дружите, будьте дружными, как мы, как с дочкой. Как правило, в периоды подготовки и проведения Олимпиад резко возрастает интерес к профильным видам спорта. В данном случае к зимним. Однако это не означает, что летние или внесезонные виды обделены вниманием. В спортивной школе имени Валерьяна Соколова в зале бокса всегда многолюдно. Молодец! Огромный зал, множество мешков разной формы, настоящий ринг. Для будущих боксеров здесь настоящее раздолье. Довольные тренеры. Сегодня это одна из лучших тренировочных пас в республике. Хотя в последнее время в районных спорткомплексах появилось много хороших залов. Мы здесь участвовали в проектировании, поменяли, нам помогли. И проектанты, и строители очень здорово отнеслись с пониманием к тому, что здесь будут заниматься мальчишки, девчонки, боксеры. И все сделали так, как мы хотели. Предшественник бокса, кулачный бой, был включен в Олимпийские игры еще в Древней Греции. Кулачные бои были очень популярны, считались примером мужества, силы, ловкости. В них участвовали и поэты, и писатели, и государственные деятели, и ученые. Например, всем известный математик Пифагор. Впоследствии этот вид спорта сильно трансформировался, но по-прежнему считается уделом сильных и смелых. В процессе занятий боксом спортсмены тренируют не только все группы мышц, сердечно-сосудистую и дыхательную системы, но и реакцию. Умение просчитывать возможные действия противника развивают уверенность в себе. Вообще боксом можно заниматься с 10 лет. Но самый лучший возраст по опыту, по тому, как выросли чемпионы разные, это 12-13 лет. Этот возраст, который человек уже что-то понимает, соображает, что-то хочет, уже может проявить волю, где надо заставить себя, проявить характер. Поэтому основной возраст – это 12-13 лет. Но вообще по правилам мы можем принять и с 10 лет. В физкультурно-оздоровительном комплексе на Эггерском бульваре в Чебоксарах дети могут посещать секцию бокса абсолютно бесплатно. Чтобы заняться этим видом спорта, необходимы медицинское заключение и горячее желание будущего боксера. Из Олимпийского Пхенчхана наша землячка Татьяна Акимова замкнула топ-15 в индивидуальной гонке. Воспитанница Чувашской школы биатлона Татьяна Акимова сегодня на Олимпийских играх показала 15-й результат в женской индивидуальной гонке. На 15-километровой дистанции с двумя огневыми рубежами Татьяна Акимова допустила два промаха и проиграла лидеру более трех минут. Другая представительница России Ульяна Кайшева стала 24-й. Таким был этот четверг глазами корреспондентов программы «Республика». Я Ольга Панова с вами прощаюсь и до встречи в эфире национального телевидения Чувашей. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова